к нашему дому много лет ездили отсюда у нас там был тупик и ворот было неудобно потом по решению суда как бы их заставили все снять они как долго-долго попадались лет 5 все как бы сняли они нам сказали что мы не отступим и будем ставить опять шлагбаум да и короче начали как бы свои движения там делать вот они воротка они закрыты и соответственно дальше шлагбаум лично я вызывал когда два года назад скорую своему ребенку то есть скорая грубо говоря тупо остановилась не стала заезжать во двор то есть они даже раньше скоро не подъезжали сюда то есть реально была проблема вот по сути а коллапс транспорт и снялся почему когда открыли когда открыли вот это вот конечно сейчас я на видео и а сколько по времени было открыто до 2 месяца в конце января и вот 21 января и все это было свободно открыто 21 января а этот дом потом взял и поставил шлагбаум ну с разрешением владимирского а я говорю приезжайте мы вам еще один факт самовольной установки еще зафиксируем и на следующий день после разговора моего когда я ему сказал что они его открыли но на ночь они его закрывают там вот видите замок висит они сейчас видимо когда мы у них потребовали все документы через милицию официально когда я сбил я говорю ну вы как бы висеть несите все документы и вопрос возможно будет автоматически снят то есть у них условно ты тоже уже создана там пять-шесть лет у нас совет дома то что рука управляет он создан один год все бы документы решения суда прочитали бы где он признан внутри внутри квартальным проездом вы бы пришли бы к нам и с нами бы начали согласовывать у нас на это постановление администрации тсж подмосковной подает суд на администрацию на это решение соответственно в суде красноборска идет такое что установлено законно все администрация города подает апелляционную жалобу в суд на апелляционную жалобу написано что постановление администрации города правомощно то есть убрать эту конструкцию и это решение уже в апелляционном суде было окончательно оно от жалоба никак не подлежит судить там типа по второму разу самое главное в принципе соседние дома и мы же не соседние государства надо дружить это в первую очередь во вторых я в свою очередь дайте мне неделю неделю у меня кстати в четверг будет онлайн прием я щас каждый вверх вечером провожу онлайн прием социальных сетях будет ссылка сделать я постараюсь до четверга что-то узнать в первую очередь я узнаю владимир сначала какая ситуация и после вот этого мы с вами еще раз встретимся наверное либо в этом ну да я думаю мы к вам подъедем и еще раз поговорим уже когда будет информация ясно с точки зрения закона когда мы все все увидим документ вот это вот стоянка она принадлежит су-155 на сегодняшний день оба против предлежит до земля свой документ арест и по выписке из кадастра она под арестом ну соответственно как банкрот вот но на ней вот проводятся вот эти действия вот как поставить стоит у нас предложение иное муниципально ну раз вот цель мы почему это возник вопрос когда был заблокирован этот проезд вот мы не могли здесь проехать все будут купить мы соответственно предлагали начали предлагать свои идеи как выйти из этого решения решить проблему вот где красная стоит фераль такси делая прорубить вот до шлагбаума проезд и заблокированные наши кусок ликвидируется соответственно здесь мы делать спортивную площадку муниципальных коробку там или что он вот здесь это это земля была предназначена во время строительства вообще всего микрорайона по детской поликлинице два этажа летели запроектировать соответствует вопрос снялся при клинику выстроили здесь там она здесь я тасовка сколько существует по времени все время с 13 или с 14 года она платная плотный платная и деньги то поступает суп 155 или чуть вообще даже вообще не знаю 7 500 мест там даже не указано надо посмотреть на а коммерческая деятельность на ней разрешена по закону на время арестована она не она не может продаться построили мать и вопрос что там чтобы эта земля стала муниципальной леонов парк при последней встрече леонов сказал что землю это кто-то купил ее продали есть собственные и как он видит видение этой собственности администрация пока не знаю просто представить ваши интересы и разобраться вообще и в этой мы будем наработать на сто процентов ну согласен вот что здесь удобно для жителей было в спортивную площадку вот как-то в третьем доме стоит коробка с тренажерами коробка стоит там не ставят хоккейную сделать любую но есть мы вот в этом пуске нету для детей ничего чтобы спешить то есть это действительно действительноо проще данные даем что для детей это не знаю что там и мы можем просто портить его ходить на нескольких метрах с повреждения или поездить 9 миллионов долларов эти страны не есть какие-то это сессии и утряна у вас есть пострадали и эффективной ставке вот как-то Продолжение следует...